Держите пальцами. Вот через это. И под него. Пару нехитрых движений и уже складываются стежки будущей маскировочной сети. На этот раз активисты решили привлечь как можно больше ульяновцев к полезному делу. На главной площади города поставили деревянные рейки. На них растянули нити для будущей сетки. Технология плетения незамысловатая. Справлялись как взрослые, так и дети. То, что делают сейчас наши люди, то, что делают наши жители, это очень знаменательно. Мы оказываем большую помощь, стараемся оказать большую помощь нашим ребятам за ленточкой. Те маски сети, которые мы покупаем, это покупные, это казенные. А то, что сделано своими руками, детьми, матерями, женами сегодня, это наши ребята будут хранить эту сетку. Они будут ее переносить с собой. Они ее врагу не отдадут. Помогали новичкам в плетении представители территориальных общественных самоуправлений. Именно ТОСы региона регулярно отправляют посылки бойцам с маскировочными сетями. Научиться полезному делу у них решили депутаты и члены общественных организаций. Приходили с семьями. Ну, зашла в группу, у нас учитель пишет, что проходит такое мероприятие, что плетение маскировочной сети. Ну, если честно, я как бы сразу не могу, не сразу откликнулась. А сегодня утром встала, почему-то с таким желанием, что нужно, говорю, заходить все-таки сюда. Не могли не прийти и те, чьи мужья, сыновья и братья сейчас на передовой. Брат Анастасии больше трех месяцев находится в зоне СВО. Родные уверенные маскировочные сети и другая гуманитарная помощь – это большая поддержка бойцов. В Акаре, брат, там входные чувства внутри. Конечно, переживаем, но знаем, он всегда говорит у меня и сам то, что он выбрал это дело, и он у нас уже майор, и я очень им горжусь. То, что это он защищает Родину, а надо будет, и мы пойдем. В целом, длина огромной сети на Соборной составила 84 метра, а ширина – 3 метра. Впоследствии ее разделят на отрезки по 9 квадратных метров и отправят ульяновским военным. Анна Тищенко, Управда ТВ.